Новое видео выходит каждый день в 20.00. Как же всё-таки приятно смотреть на то, как уменьшается количество подписчиков на этом канале и возрастает на этом. Хотя, возможно, тут не всё так понятно, как вам хотелось бы. И тут опять же есть подводные камни у этого самого Брайана Фьюри. Но давайте же начнём с самого начала. Около недели назад некто Брайан Фьюри выпускает самый свой первый видеоролик про Мараса, в котором говорит о том, что он обманул бедного игрока на 1 миллиард вирт, заставив его выполнить челлендж. Ну, вернее, не заставив его выполнить челлендж, а предложив игроку выполнить челлендж. И таким образом Марас, после выполнения игроком этих самых двух челленджей, должен был отдать ему целый 1 миллиард вирт. Но давайте пока что немного абстрагируемся от этой ситуации и перейдём на канал Тарка. Ни в коем случае, не подумайте, это никакая не реклама и так далее. Просто дело в том, что незадолго до вот этого инцидента, или уже после этого инцидента, я точно не помню, Марас решил заключить, знаете, такой ли челлендж с Долорензи. Но при этом не объяснил Долорензи то, какой челлендж ему нужно будет выполнять. А в случае, если Долорензи выиграет или Марас проиграет, ну вы поняли, кто-то кому-то должен будет отдать 17 тысяч вечно деревянных. И вы знаете, что случилось? Марас дал Долорензи невыполнимый челлендж. Ну, на полном серьёзе. Его нельзя пройти. Человек с канала Тарка проверил данный челлендж на возможность выполнения, и не смог выполнить данный челлендж даже с обитом. Что уж говорить про Долорензи, у которого не было читов. Да и по правилам данного челленджа читы юзать нельзя было. Ну так вот, от Тарка мы немного абстрагируемся, просто поймём немножечко личность Мараса. То есть, вы понимаете, человек может кинуть даже своего какого-то друга с Ютуба ради денег. И, ну это достаточно подозрительно. И, ну даже не то, чтобы подозрить, это странно. Но самое странное это то, что Долорензи после всего этого простил Мараса. На полном серьёзе. Последний раз. Я пришёл сюда записывать эти истории, чтобы пояснить вам здесь ситуацию с Марасом. И за то, что сейчас с ним происходит. Это полнейшая пиздёночка. Около недели назад мы с ним забились на один челлендж в GTA San Andreas. Нужно было прилететь сквозь треугольное здание. Я этот челлендж успешно проебал, как собственно и 17 тысяч рублей. Но, слушайте дальше. Зачем? Вы пишите ему гневные комментарии? Если я сам виноват в том, что я проиграл. Он мне предлагал отказываться. Я не отказывался, друзья. Мне вообще плевать на эти 17 тысяч рублей. Главное, что я вам настроение создал. Вы чё? Поэтому давайте, ребят, если вы переживали за мои деньги, то не надо переживать. Камон, типа, я сам во всём виноват. Деньги я с честной душой проебал. Давайте не будем злиться на Мараса. Клёвый чел. Ждите дальше челленджей. Какие вопросы, ребят? Он записал несколько историй вконтакте. По-моему, что-то в районе 6. Где сказал о том, что... Ну, Мараса же мне предложил отказаться от челленджа. А я не согласился, типа, отказываться от челленджа. Поэтому, ну, то есть, какие претензии? Если вы волнуетесь за мои деньги, то не нужно волноваться. Мне как бы на них вообще поебать. Но, понимаешь, Денис, Долорензи, если ты смотришь данный видеоролик, я бы хотел тебе кое-что рассказать. Народ не боится за твои деньги. Им на них вообще поебать. Народ сбунтовался от того, что на твоём месте мог быть кто угодно. Марас мог дать этот челлендж кому угодно. И так и получилось. Ну, вернее, не так и получилось. А Марас дал челлендж игроку. Вот, опять же, возвращаемся к ситуации с Брайаном Фьюри. Марас дал челлендж игроку не Брайану Фьюри. Многие путают, думают, что это Брайан Фьюри выполнял челлендж. Нет, абсолютно другой человек выполнял челлендж. И дело в том, что он выполнил эти два челленджа. И Марас по итогу должен был отдать игроку целый 1 миллиард вертов. Но у Марас на тот момент не было столько денег, а было лишь 500 миллионов. То есть полмиллиарда вертов. И вы знаете, он решил проверить компьютер того человека, который выиграл у него челлендж, на наличие читов. Ничего не нашел, но тут в корзине он нашел папку, в которой было что-то, по-моему, 400 тысяч логов с Аризоны. В общем, количество не важно. Было сколько-то там тысяч логов с Аризоны. И он такой говорит, опа, зигота. Ну шо, все, да, все, попавсь, попавсь, хат, все. То есть он не открывал этот архив. Он ничего не сказал, он просто сказал, «Твой аккаунт удаляется с Аризоны, твой IP точно так же удаляется, сносится со всех серверов Аризоны, и на ней ты поиграть больше не сможешь». Соответственно, удалил аккаунт данному игроку, и на этом, в принципе, было все. Но это еще не все. А дело в том, что Ангел Касада написал Марасу Шакуру во время того, как у него шел стрим в чат АХХ. Он, даже, наверное, у Ангела Касада, у Вовы, у него не было каких-то мотивов отскорбить Мараса и так далее. Но он такой типа, «Ага, блядь, Ангел Касада, фейк, не фейк, блядь, вообще похуй, человек, который любит похайпиться, и я тебя даже сам, говорит, в банк отправлю». Ой, блядь, в банк, в бан. И потом говорит, «Да я счастливый человек, ебать, у меня жена, ипотека, дети, я счастливый человек, хули тебе от меня надо?» Блядь, я просто, я, блядь, не понимаю. Марас, чем ты нахуй думал у Брайана Фьюри 10 тысяч подписчиков за январь? Даже не за январь, а за несколько последних дней января, там, в какой-то в один день подписалось 4 тысячи, потом там 3 тысячи, потом еще сколько-то. Ну ладно, ну ладно, с Марасом, я думаю, мы разобрались. И я думаю, что я могу это сказать, скорее всего, потому что так или иначе у Ангела Касада все равно рано или поздно должен выйти ролик касательно Брайана Фьюри. А Ангел Касада мне как-то пешит в ЛС одним таким ночным вечером, говорит, мол, «Слушай, а не хочешь ли помочь мне с осмотром роликов по поводу Брайана Фьюри?» Я такой, типа, ну чел же вроде неплохой там, как бы, ну все хорошо, а что, как бы, что отсматривать-то надо? Он такой говорит, подожди, 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 ты посмотри парочку роликов, блядь, и все поймешь. Там, блядь, я начал смотреть, Блядь, Брайан Фьюри, и я просто, блядь, не могу с тебя. Я, блядь, не могу просто с тебя. Настолько лицемерной крысы я не буду ни в коем случае делать какое-то железобетонное разоблачение, если ты можешь так сказать, хотя пруфов у меня предостаточно, и Ангел Касада в своем вот этом вот ролике, который скоро выйдет, предоставит все это. Мой этот ролик, он будет как анонс, поэтому ждите, там более 40 минут будет, как говорит Ангел Касада, в общем, будет какая-то жесткая бомба. И дело в том, что я вам даже вот так вот кратенько расскажу, Брайан Фьюри, когда там в начале или в середине, да, в общем, в своей ютуб-карьере он достаточно часто переходил с одного сервера на другой сервер, и вот как Мау Демиана, знаете, когда он переходил на какой-то сервер, он говорил, мол, чуваки, уважайте, пожалуйста, мой выбор. Я перешел не потому, что мне заплатили деньги, а потому что сервер мне понравился. Вы хоть знаете, сколько предложений с рекламой я отклоняю ежедневно? Начинал всячески нахваливать, 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 нахваливать сервер, а после того, как он переставал платить, ну все, ну что я мог делать? Я рекламил как мог. А то есть, администрация сервера, она не хотела поднимать сервер. То есть, я хотел, администрация не хотела, там ничего не совершенствовали, переходит он с Авроры на Даймонд, на Даймонде его там кидают на оплату стримов, он потом, блядь, переходит еще куда-то, и так, в общем, он скитался по проектам в Сампе. И сейчас он перешел на Аризону. Бля, я действительно не могу, в общем, ладно, я так чисто вас кратенько ввел в курс дела, так как я слоупок, я выпустил этот ролик позже всех, но я думаю, что об этой ситуации не должен никто забывать. Об этой ситуации до сих пор должны помнить, потому что память о аудитории, она максимально маленькая. Про, блядь, парк Горького Николая Соболева уже большинство забыло. Поэтому, чуваки, блядь, промраться, я думаю, забудут еще быстрее, поэтому я вам просто об этом напомню. Я уверен, что этот ролик не наберет даже, ну, где-то 100 просмотров, не говоря уже там о 1000, о 500 и так далее. Ну, ладно, в общем-то, ждите ролик Ангела Касада, там он, блядь, сделает такой разъеб, я в нем, блядь, уверен. Поэтому, ой, ладно, чуваки, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока. Продолжение следует...